Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский Харбин, 15 июня Вчера вечером в 280 верстах южнее Карбина мы скрестились с воинским поездом, на который было нападение шайки хунхузов. Пять дней тому назад в этих же местах шайка человек в сто напала на Большой мост, но подоспела стража, и дело ограничилось несколькими убитыми хунхузами и, кажется, двумя ранеными с нашей стороны. Вчерашнее дело ограничилось перестрелкой без жертв. Так как наш поезд вступал теперь на тот перегон, где нападали хунхузы, то приняты были меры. Прицепили лишний вагон с десятью вооруженными пограничниками. Я ничего этого не знал. Кончал свою работу и собирался ложиться спать. Было уже около двенадцати часов ночи, когда взволнованный Михайло вошел в мое купе и сказал, «Сейчас будет нападение хунхузов!» Он стоял красный, взвинченный, а за ним выглядывало благодушное расплывшееся лицо проводника при нашем вагоне. «Сейчас пришел воинский поезд. Едва отстрелялся». Я подумал, что это значит «едва». «Мы берем с собой десять человек, а их, говорят, сто. Что же значит такая горсть?» «Да, нас десять», — говорю я. «Что же нам? Когда только револьвер да шашка у вас и у полковника Хорвата. Как хотите, а я уж возьму сами шашку и револьвер. Берите, но, пожалуйста, сгоряча своих не перестреляйте. Как же можно своих?» «Очень просто», — флегматично говорит проводник. «Ты уж теперь загорячился, а нападут хунхузы, ты света не взвидишь». «Ну вот, что же, не военный, что ли?» «Ты хоть и военный, лучше спать ложись». «Никогда я не усну». «Уснешь». «Ну вот». Михайло совершенно сбит с повышенного тона. Он хватается за последнее средство. «И командует японец». «Я не понимаю», — говорю я. «Вы говорите, что их сто человек. Почему же они не разболтят рельсы, не устроят крушение, и когда поезд разобьется, не нападают? А то стрелять так в проходящий поезд, да еще в наш блиндированный вагон. Может, для того поезда не успели разболтить пульт, а для нашего уже и приготовили. «Ну, посмотрим». «Разбудите меня, если засну». Михайло недоверчиво улыбается. «Не заснете». Заглянул Степан Николаевич. «С нами едет между другими и казак Петренко. Доложу вам фигурам. Он у нас на восточном участке рассыльным был. Мы с ним вдвоем впервые проехали от Харбина до Имяньпо. Дорог никаких. Глухая тайга, тропки, звериные, охотничьи, золотоискательские, хунхузьи. То ты угадывай. Так Петренко, когда мы возвратились в Харбин, как единственный знающий дорогу, и стал ездить с разными поручениями в Имяньпо. Доедешь? Как не доехать, когда проказану? Вдвое суток надо, туда и назад. А это взад и вперед триста верст. Слушаюсь. И доезжал. Ну, лошадь обязательно загонит. Еду ночью, кто-то скачет. Казак Петренко из Харбина в Имяньпо. Опять еду, опять скачет. Казак Петренко из Имяньпо в Харбин. Однажды зовет его Сергей Владимирович. На этот раз должен ты ветром поспеть в Имяньпо. Только, говорит, у меня опять лошади нет. А свою ты куда делал? Никак нет, никуда не делал. Сама издохла. До самого Харбина доскакал, а тут сразу подвело ей бока. Бахнулась, подрыгала ногами и сдохла. Гонишь. Срок сами назначаете. Да, а теперь особенно торопись. Возьми на конюшню лучшую лошадь. Пожалуйте записку, без записки не выдадут. Приходит на конюшню с запиской, дают ему лошадь. Эту не возьму, давай эту. Это Сергея Владимировича. А читал? Лучшую. На другой не поеду. Пошли справляться к Сергею Владимировичу. Он уже спать лег. Отдали Петренко лучшую лошадь. Утром Сергей Владимирович ехать, так и так Петренко взял. Что тут было? Приехал назад Петренко. Ту лошадь, конечно, загнал. Сейчас его, раба Божия, на семь суток под арест. Ну, слава Богу, говорит. Хоть отдохнул. Не пришлось. Еду я в ту же ночь. Опять скачет. Кто? Казак Петренко из Харбина в Иманьпо. Я пожалел, что уже разделся. На вид плюгавый. Плюнуть не на что. Степан Николаевич ушел спать. И я заснул еще до отхода поезда. Проснулся утром сегодня уже в Харбине. Михайло подает чай. Ну, что хунхузы? Михайло смущенно улыбается. Не могу знать. Заснул. Наверное, что не нападали. Широкое, как блин, лицо проводника улыбается в дверях. Наверное, что тоже заснули и хунхузы. А Михайло обложился весь. И шапку, и револьвер, и нож положил. Пришли бы хунхузы, взяли бы усе, и не проснувся. Кто? Я? Да я так сплю, что пальцем меня тронь. Проводник хохочет. Я тоже знаю, как Михайло спит. Я одеваюсь и еду в город. Харбин, 15 июня. Продолжение. Прежде всего, в дворянский отряд. Вижу Михаила Александровича Стаховича, барона Кноринга, Николая Степановича, Мичмана Шлиппе. Его ухо заживает, он получил Анну четвертой степени. Первую награду в очереди наград. И я думаю, ему первому такой дорогой ценой досталась она. Больных в отряде 153 человека. Но получено в Харбине телеграмма приготовить помещение на этих днях еще для 10 тысяч. Из старых знакомых раненых солдат двое умерло. Я вспоминаю того, кто ранен был в мочевой пузырь. Молодой, с только что пробивающейся растительностью, с желтым испуганным лицом. Он так охотно показал свою ужасную рану и точно ждал чего-то от меня. Может быть, принимал меня за доктора, который волшебной силой сразу освободит его и от страданий, и от ужасной раны. Он даже привстал было. Лежи, лежи. И он лежал у белой стены на своей железной кровати, одетый во все чистое, тоже белое, и только маленькое больное лицо, темное на этом белом фоне. Еще один умер в соседней общине. Умер от столбняка. Рана была пустячная. Мне объяснили, что бацилл из столбняка в почве, вероятно, заразился. Многие уже выздоровели и выписались назад в армию. Иных бы и надо эвакуировать в Россию. Не хотят. Просятся солдатики назад в свои части. А вот и командующий вас не неволит. Потрудился? Нет, уж позвольте. Заглянул к доктору Постникову. Его нельзя назвать красивым, но если я понимаю женщин, если бы я сам был женщиной, он был бы моим героем. Как-то просто все у него выходит. Шутя, но сильно. Я смотрю на него и вспоминаю его полет с пятнадцати саженной высоты в Крыму. Изломал тогда всего себя. Какой-то знаменитый доктор тогда за бесполезностью ехать к нему отказался. Только выслушал рассказ очевидца об его падении во время прогулки по кручим, с такими же, очевидно, как и он, храбрецами, которым море по колено. И выжил. И такой же здоровый. В комнате у него на стенах висят лубочные китайские картинки, на столе парусиновая пробковая шляпа. Не кладите шляпу на стол, говорит серьезный и наставительный Николай Степанович. Деньги не будут водиться. Да, вон что. Ну, теперь понимаю. Ну, как живете? Да вот, для разнообразия брюшной тиф прививаю. Замучили офицеры. Предстают, чтобы эвакуировать их домой. Соскучились? Да. Я обещаю прийти ужинать и уезжаю к Степану Николаевичу, который любезно зазвал меня к себе. Завтра мы едем с ним на восточную ветвь по направлению к Владивостоку, от Харбина до Пограничной. Вечер проводили мы на террасе в саду в обществе нескольких инженеров. В их числе был и начальник того восточного отделения, куда мы завтра пойдем, инженер Тихон Михеевич Тихомиров. Тихон Михеевич из Крестьян, поздно и случайно научившийся сперва грамоте, поступивший затем в городскую школу, в учительскую семинарию, прошедший затем постепенно весь сложный образовательный путь вплоть до инженера. Это, конечно, герой Горького. Его мужики с теми же стремлениями, общественными инстинктами, самодеятельностью, энергией жизни и даже теми же средствами с той разницей, что вместо купца здесь весь размах китайской железной дороги к его услугам, с одной стороны, а с другой – здешнее общество, верящее ему, его способностям широко и практично ставить дело. Это герои и поляка Сенкевича, и американца Гаймланда, тот герой из практической буржуазной жизни, руками которого движется и эта буржуазная жизнь, и нечто другое. Это помесь, как выразился удачно один литератор, цыгана и идеалиста, я сказал бы, эволюционер. Словом, герой, которого так не любит русская публика из-за невозможности другого, в романах и повестях предпочитает обходиться совсем без героев. Я лично думаю, что в дальнейшем академический авангард нашей интеллигенции сохранит и вперед такое же отношение, но с расширением интеллигентного круга в массах такой герой и у нас, как теперь в Польше, Швейцарии и Америке, будет и понятен, и естественен. Материалы Господь Бог не пожалел на Тихона Михеевича. Если тонкие резецы отсутствуют, зато вы чувствуете основательность и прочность. Таковы и голос, и речь с ударением на «о». Лоб большой, и время делает и будет делать его все большим. Оденьте Тихона Михеевича в рясу, монаха или священника, оденьте в долгополый русский костюм зажиточного торговца, в суконную поддевку крестьянина, и, пожалуй, и эти костюмы будут ему так же в пору, как в пору и костюм инженера. И при всем его инженерстве не перестает чувствоваться его постоянная, неразорвавшаяся связь с землей, со всем прежним укладом его жизни. Иногда он вдруг напоминает большое животное, умное, добродушное, которое осторожно, умело и медлительно поднимает свои ноги, чтобы не подавить животных меньше, чем он. И это уже не благоприобретенный ум, а родовой, поколениями выработанный. И еще очень отличительная черта этого ума не «я», а «мы». Наконец, ум Тихона Михеевича из общерусской философской подкладки «размыслить, обобщить». Говорит он медленно, не торопясь. А в детстве он заикался, уроки отвечал письменно. Уже студентом он отучил себя от этого недостатка. «Летом в деревне заберусь в рожь, лягу и начну читать Бокля, слегка нараспев». И так все лето. Помогло. Занимался гимнастикой грудной клетки, чтобы выработать длиннее дыхание. И вот, как видите. «Вы с самого начала постройки здесь?» По обыкновению. И над этим ответом немного подумал Тихон Михеевич, прежде чем ответить. «Да, с самого начала». «Жизнь оригинально здесь сложилась?» «Вначале особенно. Теперь все это нивелируется, входит в обычные рамки русской жизни. И от нашей английской колонии скоро останутся только одни воспоминания. А сильным ключом забила здесь жизнь?» Тихон Михеевич усмехнулся. «Да, перстом не заткнешь». Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...